рад всех видеть честно говоря ожидал что людей будет меньше тема такая немножко специфическая плюс gdpr вошел в нашу жизнь год назад уже все более-менее как-то разобрались вот ну давайте попробуем меня зовут меня зовут андрей шклеров я chief compliance офисер группы компании датарт больше информации обо мне наверное было в фейсбуке я довольно большую часть своей жизни провел в delivery потом решил сменить свою карьеру и теперь я в compliance у меня есть одна просьба в принципе я впервые выступаю с этой темой если честно я не очень хорошо понимаю аудиторию не очень хорошо понимаю кто что знает и кому что интересно поэтому я составил эту презентацию на свой вкус и если у вас есть вопросы можно задавать их прямо по ходу презентации можно отложить на конец как хотите но мне кажется что если вопросы будут по ходу будет полезно вот собственно вещи которые вы сегодня хотел покрыть то есть я бы хотел дать какой-то обзор законодательства европейского связанного с защитой персональной данных персональных данных просто чтобы то что называется мы были он the same page то есть я бы хотел уделить внимание неким заблуждениям которые присутствуют сейчас в разговорах продажи дипер дальше поговорить о том как это все относится к украинским компаниям немножко поговорить про специфику больших компаний вообще и в конце просто рассказать про то что надо и не надо делать в работе с большими компаниями и персональными данными ну и как я сказал уже я буду готов ответить на вопросы что же такое немножко истории на самом деле впервые законодательство по защите персональных данных европе появилось 95 году в америке гораздо раньше в семьдесят первом по моему вот и если положить руку на сердце то в дипиар не так уж много новшеств многие вещи которые есть же дипиар они были в законодательстве и раньше то что наверное в первую очередь отличает дипиар от предыдущих на попыток решить вопрос с менеджментом персональных данных это прежде всего штрафы то есть это то что сейчас заставляет компании на эту тему беспокоиться принимать меры и так далее мой опыт показывает что многие вещи которые были в законодательстве европы раньше и которые сейчас есть же дипиар они игнорировали в том числе и европейскими компаниями в том числе и большими компаниями сейчас вот ситуация как бы поменялась благодаря тому что появились большие штрафы которых я думаю все слышали то есть это до 20 миллионов евро либо 4 процента годового оборота компании зависимости от того что больше то есть там есть некая градация тяжести нарушений грубо говоря и есть вот особо тяжкие нарушения в их числе кстати говоря незаконный трансфер персональных данных за пределы евросоюза то есть если не предприняты нужные шаги и данные отправленные например украину то компания рискует заработать штраф конечно вот допустим запрещен он не запрещен он не запрещен он не запрещен просто есть если его делать неправильно то то есть есть разрешение подрядчикам то есть допустим есть некая соцсеть она пользователь дал ей свое разрешение на процессинг данных но при этом у нее есть субподрядчики которые по договору получили право процессинга данных если эти субподрядчики будут в другой стране то что будет в этом случае здесь зависит от того на что соглашался пользователь то есть если пользователю предупредили что будет трансфер данных в другие страны и он согласился то никаких проблем с этим нет но в соглашении будет просто указано что разрешение субподрядчикам там же не будут расписываться дело в том что GDPR как раз требует чтобы при трансфере данных за пределы евросоюза у пользователя взяли explicit consent то что называется на эту тему то есть если вы собираетесь просто например хранить данные там выкладывать их на какой-нибудь сайт в Европе и так далее для этого достаточно какого-то одного консента то есть это все можно свести более-менее в какой-то один агримент если вы собираетесь их отправлять за пределы евросоюза в определенные страны то это все должно быть указано спасибо вопрос такой смотрите если это есть определенные требования которые можно спросить у пользователя то есть в принципе GDPR определяет те чекбоксы которые необходимо заполнить на согласие то есть они не должны быть выбраны но это хорошо работает когда система новая то есть двумя словами когда пользователь сейчас зашел применяется требования и так далее а как быть со старыми системами которые это головная боль компании собственно говоря законодательство от них требует каких-то обновлений то есть минимальные вещи которые нужно делать это хотя бы поменять что-то в пользовательских соглашениях то есть как-то договориться с пользователями что мы продолжаем работать так но пожалуйста подпишите еще что-то просто достаточно много ситуаций когда куча дата-центров между которыми просто эта информация тоже по старым схемам может гоняться и так далее смотрите сейчас эта проблема есть у всех компаний ну я очень сомневаюсь что есть компании в которых прямо все чисто и гладко вот с точки зрения законодательства мне кажется что главное чтобы компании этим занимались пытались решить и могли продемонстрировать что они пытаются это решить вот и если если они смогут продемонстрировать то все будет хорошо если они просто ничего не делают и продолжают использовать старую систему у них будут проблемы вот есть также другие какие-то законодательства кроме европейских которые так или иначе с которыми мы так или иначе сталкиваемся при работе с Европой то есть это UK Data Protection Act он сейчас обновлен и он приведен в соответствие с GDPR но как вы знаете планируется Brexit там будут свои какие-то тонкости и все может поменяться то есть Швейцария держится обособленно они не присоединяются к GDPR там много банков мы тоже с ними работаем я имею ввиду Украину вот поэтому там похоже на GDPR но есть тоже свои какие-то тонкости и американский Privacy Act он тоже влияет на работу с большими компаниями потому что многие из них интернациональны многие компании в Европе обрабатывают данные американских пользователей и это тоже надо учитывать теперь хотел бы немножко поговорить про сколп здесь упрощенное определение персональных данных то есть это данные которые идентифицируют или могут быть использованы для идентификации человека вот и есть одно заблуждение что вообще GDPR касается исключительно данных европейских пользователей это неправда в GDPR нигде не сказано ничего про то что речь идет о гражданах Евросоюза совсем наоборот значит требования предъявляются в зависимости от того где находится компания если компания находится в Евросоюзе то все данные персональные которые обрабатывают подпадают под GDPR то есть если они собирают данные из Китая из Аргентины и так далее они должны действовать в соответствии с законодательством Европы то есть они должны получать нужное разрешение от пользователя и хранить данные так как требует этого закона да 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 и не совсем дело в том что в GDPR есть требования экстратерриториальности это что называется то есть у них юрисдикция выходит за пределы Евросоюза и выглядит это так если компания американская но у нее есть офис в Европе то к ней применяются те же требования что и к европейским компаниям то есть любые данные с которыми они работают в Европе должны обрабатываться в соответствии с GDPR если компания не имеет представительств в Европе но обрабатывает данные людей находящихся в Евросоюзе она тоже должна в отношении этих людей соблюдать требования грубо говоря последнюю последний кейс можно проиллюстрировать так что если есть скажем беженец из Сирии который живет во Франции он покупает билет для того чтобы провести отпуск в Египте то вот в момент покупки билета египетские авиалинии должны соблюдать GDPR когда он прилетает в Египет они могут на эту тему уже не беспокоиться вот то есть все немножко сложнее вот и компаниям европейским сейчас достаточно непросто вот потому что меняется много всего но хотя я повторюсь многое надо было поменять раньше можно было бы поменять раньше и быть сейчас в гораздо лучшей форме если бы законодательство европейское как-то лучше соблюдалось я бы так сказал то есть вот эта вот история с трансфером данных за пределы Евросоюза она с 98 кажется года присутствует в законодательстве европейском и на эту тему никто не беспокоился до прошлого года ну как никто не беспокоился я конечно преувеличиваю например там в моем опыте банки беспокоились на эту тему то есть они всегда хотели нужные бумаги оформить но других случаев я не припомню если честно а там нету вопроса отслеживания то есть на самом деле основной риск который есть и который принес gdpr это то что польз людям чьи данные обрабатываются нужно предоставить полноценную информацию о том куда они должны могут пожаловаться соответственно риски компаний сейчас связаны не с инспекциями которые возможно придут а может быть и не придут мое личное мнение что в маленькие компании инспекции начнут ходить очень нескоро вот большие скорее всего начнут ходить скоро но опять таки большие компании там лучше подготовлены лучше защищены и они могут продемонстрировать что у них все хорошо аудиторам до какой-то степени а вот от жалоб никуда не денешься то есть человек чьи права нарушены по его мнению он может отправить жалобу и эта жалоба может привести к достаточно тяжелым последствиям для компании вот то есть основные риски сейчас с моей точки зрения опять таки для компании они находятся где-то в местах где с данными человека обошлись неаккуратно и он об этом узнал вот значит ну это всем известно это основные какие-то роли в gdpr то есть data subject это человек чьи данные обрабатываются data controller это человек это компания или человек который собирает и решает что с этими данными делать и data processor это человек или компания который обрабатывает данные по заданию контроллеру это основные принципы gdpr я бы тоже по ним хотел быстренько пройтись lawful fair and transparent здесь подразумевается что люди чьи данные обрабатываются должны информироваться о том что с ним что с их данными происходит и должны соблюдаться их права есть право на забвение есть на самом деле считается что если человек потребовал удалить его данные то компания должна побежать и срочно это сделать на самом деле это неправда то есть есть некие условия при которых это можно не делать например если это представляет паблик интерес ну если человек пришел в университет и сказал удалите мои данные ему скажут нет потому что как тогда люди узнают какие у вас были оценки и получили ли вы вообще диплом вот limited for its purpose это означает что если у человека получили разрешение на например публикацию его фотографий на каком-то сайте то эти фотографии больше никаким образом использоваться не могут вот или если у человека получили разрешение на тему опять таки обучения то есть его данные могут использоваться только для того чтобы вести записи по его обучению больше ни для чего то есть они не могут быть использованы для например рекламных компаний каких-то data minimization здесь речь идет о том что данные нужно собирать только те данные которые реально нужны и хранить данные только те которые нужны то есть если вам не знаю и чар какой-нибудь компании собрал все возможную информацию о человеке которая только есть и она не нужна для работы и чар то это нарушение закона accurate да это не имеет значения то есть если да но у вас соглашение с фейсбуком и если вы общаетесь дальше с человеком в фейсбуке это окей если вы их забрали в свою базу данных то вы становитесь контроллером и к вам начинают применяться вот эти все вещи то есть у вас появляются обязанности контроллера и вы должны понимать зачем вы это собираете что вы с этим планируете делать у вас появляется ответственность перед этим человеком надо ли или нет получать у него согласие это второй вопрос я немножко об этом поговорю вот нет речь идет здесь о том что здесь речь идет о том что если они вам не нужны то не надо их собирать вот на самом деле с фотографиями ситуация еще более сложная потому что портретная фотография например считается биометрической информацией то есть по ней можно ее можно использовать там для идентификации человека для того чтобы там делать сканирование лица например да и там более строгое законодательство компания должна определить для чего ей нужны данные и что она с ними делается то есть если у компании нету смотрите на самом деле собирать можно все что угодно и здесь просто вопрос того какие риски компания на себя готова брать то есть если собираете все что хотите в том числе там имя собачки где-то в процессе в итоге может произойти ситуация что какой-то сотрудник работающий в вашей компании знающий что вы собираете именно собачек на вас обиделся ему не повысили зарплату или понизили зарплату он пошел куда-то и написал телегу на вас вот а дальше у вас начинаются проблемы то есть к вам придет инспектор который разбирается в эти инфраструктуре и начнет смотреть что у вас может быть даже до собачки не дойдет он найдет много чего другого и проблемы могут возникнуть таким образом вот то есть опять таки если вам мне кажется что компаниям надо оценивать риск мне кажется что собирать какие-то данные которые вам нужны для бизнеса которые на которых вы зарабатываете деньги и это не несет высоких рисков то есть мне кажется что это окей более того я могу сказать что у нас компания международная я вижу разницу между тем как вот эти вещи реализуются например в британии в германии и в польше вот в польше более такой восточно европейский подход там все формально и просто то есть надо пройти аудит и у вас тогда все в шоколаде вот в британии более такой образовательный подход то есть приходит инспектор и он занимается пока что занимается обучением компании то есть они рассказывают что надо делать что не надо делать и вот в британии как раз инспектора говорят о том что вы должны оценивать риски то есть вы должны смотреть какие данные несут риски для вашей компании да вот accurate надо убедиться что компания что информация адекватная up-to-date что все более-менее правильно здесь у людей есть опять таки право запросить обновление для своей информации то есть если они видят что что-то по их мнению не так есть право запросить но опять таки компания имеет право отказать или организация имеет право отказать retention это нельзя хранить данные дольше чем нужно то есть опять таки если вы собирали какую-то информацию использовали ее для какой-то цели и она вам больше не нужна то ее надо удалить скажем так там для разных типов данных могут быть разные сроки вот но главное требование GDPR это определить сроки для компании то есть если вы например здесь просто все сложно потому что есть требования других законодательств например в случае выполнения каких-то платежей людям они должны храниться столько-то потому что есть финансовый репортинг если у вас там есть трудовое законодательство которое тоже требует какие-то вещи хранить то есть исходя из вот этих вещей и из того что что нужно компании нужно определить да 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 но опять-таки там там есть вообще в целом GDPR требует удаления но но там есть оговорка если возможно то есть потому что ну понимаем что если у вас есть архивирование данных и там это все хранится на каких-то носителей которые может быть уже и не прочитаются ничего страшного не произойдет то есть вы должны делать негую попытку это удалить но если есть вещи которые невозможно удалить например у вас есть backup баз данных нескольких проектов на одном диске то есть вы эти проекты удалить не хотите а там есть какой-то проект который содержит персональные данные вот но на эту тему мы тоже немножко поговорим integrity and confidentiality это в общем-то про security про безопасность то есть надо убедиться что данные шифруются что доступ к ним организован правильно и так далее что проводится мониторинг в общем и так на самом деле я наверное уже эти вещи как-то покрыл то есть кому это все относится отвечая на вопросы и по поводу украинских компаний и так если мы предоставляем сервисы европейским компаниям из Украины то по всей вероятности будет происходить дата трансфер даже если у вас нету аппликейшеном над которым вы работаете в котором есть персональные данные данные о котором вам стоит побеспокоиться это контактная информация людей с которыми вы общаетесь в Евросоюзе то есть это больше вопрос вашего legal департамента на самом деле то есть это не вопрос проектных команд но надо понимать что вот информация там email человека в компании в Евросоюзе это уже персональная информация и она переходит к вам соответственно есть некие механизмы для того чтобы эти вещи решить например есть на сайте Евросоюза так называемые standard contractual clauses то есть это некий шаблон договора который можно заполнить и подписать и тогда такой трансфер становится легитимным есть другие подходы но надо понимать что GDPR вот здесь даже начинает работать просто из-за того что есть контактная информация если у вас есть офисы в Евросоюзе и вы с ними работаете такая же в общем то история там помимо вот contractual clauses которые я сказал есть еще другие способы легитимизировать трансфер данных в Украину а именно есть то что называется binding binding corporate rules это некая процедура когда компания интернациональная делает единые корпоративные правила для обработки представленных данных утверждает их в соответствующих органах Евросоюза и тогда данные могут гулять спокойно процедура очень тяжелая компании небольшие за нее не берутся занимает это от года до двух где-то поэтому она не очень популярная то есть обычно компании стараются как-то решить это по-другому дальше marketing and sales опять таки если вы из Украины работаете с европейским рынком и собираете информацию о потенциальных покупателях ваших сервисов в Евросоюзе так или иначе получается что вам стоит побеспокоиться на тему того чтобы эти данные собирались легитимно понятно что если вам просто человек дал визитку то здесь все хорошо если вы где-то человека поймали в фейсбуке и закачали к себе данные то здесь уже есть вопросы поэтому вот значит дальше если мы разрабатываем какое-то программное обеспечение которое может использовать персональные данные здесь надо побеспокоиться просто на тему аккуратности то есть желательно опять таки мое мнение и чуть чуть больше мы об этом позже поговорим мое мнение что не нужно забирать данные сюда в Украину то есть нужно стараться оставить их где-нибудь у клиента в облаке где угодно и работать с ними там при этом это не отменяет вообще идеально вообще не иметь доступа к этим данным то есть сделать какие-нибудь то что называется псевдонимизация когда настоящие данные наша команда не видит и работает с некой измененной базой данных тогда проблем нет если все-таки нужен доступ к live environment и работа с какими-то данными от нас то там получается что тоже присутствует трансфер даже если вы имеете доступ из Украины куда-то когда вы просто их видите это считается уже процессингом поэтому там предполагается что тоже нужны какие-то основания для этого и сервисы то же самое то есть например если вы делаете какой-то саппорт для компании у вас есть доступ к реальным базам данных то это тоже подразумевает некие трансферы данных и об этом нужно будет беспокоиться теперь немножко о том на основании чего можно собирать данные очень много говорят про consent про разрешение собственно от человека на обработку данных и действительно это там наверное особенно в каких-то публичных сервисах это действительно какой-то основной инструмент то есть если человек работает с фейсбуком с линкдином и так далее с него получают какой-то концент на обработку этих данных и за счет этого обеспечивает легитимность контракт для нас выглядит хорошо но на самом деле это немножко обманчиво то есть если мы имеем контракт с какой-то западной компанией с европейской это нам никак не помогает то есть контракт является легитимным только в случае если есть контракт с конкретным человеком то есть грубо говоря если вы нанимаете европейца то или заключаете с ним контракт на поставку чего-то именно конкретного человека то тогда вы можете не спрашивать у него consent вы можете просто использовать его данные для того чтобы выполнить этот контракт или заключить этот контракт вот если это контракт между компаниями то он никак не помогает legal obligation ну очевидно что это какие-то запросы судебные и так далее то есть здесь никуда не денешься и данные надо будет предоставлять или процессе то есть например опять таки employment то есть если вы человека наняли то у вас есть некие обязательства в рамках законодательства трудового законодательства и вам надо будет их выполнять спасение чьей-то жизни или медицинская ситуация здесь тоже все понятно public function я тоже приводил уже пример университетов то есть например они могут использовать данные не спрашивая и самое интересное это legitimate interest то есть и здесь речь идет о маркетинге например sales и так далее компании для того чтобы вести бизнес нужны данные потенциальных покупателей если прийти к человеку и спросить можно я возьму у тебя данные для того чтобы потом может быть ты у нас что-то купишь человек скорее всего скажет нет нельзя вот и это как бы ставит под вопрос всю идею того как делается бизнес поэтому есть понятие legitimate interest и компании могут их определить и использовать то есть компании например нужны данные потенциальных покупателей телефон имя фамилия должность компания в которой они работают они могут у себя письменно определить что это их legitimate interest потому что потому и потому там есть некий механизм по определению того насколько этот legitimate interest не нарушает права этого человека опять таки это тоже должно быть написано где-то в компании и потом компания может собирать эти данные нет нет то есть вы можете собирать если вы определили ваш legitimate interest вы его проверили на тему того что он не нарушает права личности вы можете дальше эти данные собирать у себя и использовать единственный момент это если человек попросил вас свои данные удалить то вы должны это сделать потому что legitimate interest считается менее приоритетным чем право личности то есть вы можете собирать данные но если человек попросил вас перестать это делать вы должны это выполнить еще могу сказать что с украиной ситуация тяжелее потому что если вы делаете вот это из украины то здесь опять таки присутствует трансфер и трансфер за пределы евросоюза не может быть частью legitimate interest также частью legitimate interest не может быть сбор биометрических данных и другой там sensitive information например данных связанных со здоровьем вот поэтому здесь все не так просто но в целом компании для того чтобы делать sales стараются это использовать теперь немножко о больших компаниях то как им видится работа с украиной здесь конечно не все риски но это основные наверное какие-то вещи которые пугают первое это то что присутствуют дата трансферы и если compliance или legal большой компании параноик enough они просто скажут нет мы с вами не будем работать потому что вы за пределами евросоюза и здесь нужно иметь какой-то хороший ответ то есть нужно что-то предложить мы об этом чуть позже поговорим дальше наше законодательство по персональным данным в сравнении с евросоюзом оно слабое то есть там гораздо меньше требований и соблюдение этого законодательства гораздо хуже контролируется государством поэтому в целом считается что мы небезопасное государство для того чтобы сюда отправлять персональные данные для утешения могу сказать что Америка тоже считается небезопасным государством а безопасными государствами считается довольно интересный там список там например Аргентина там присутствует вот для трансфера данных в Америку условия почти такие же как для трансфера в Украину там есть некая организация которая называется Privacy Shield это компании американские которые добровольно берут на себя обязательства выполнять определенные правила то есть они себя сертифицируют по этим правилам но компаний этих немного и я бы сказал так что механизм этот не особо популярный в Америке кроме того на первом слайде у меня вот был таймлайн с тем как менялись законы и что там появлялось там уже была похожая история которая называлась Safe Harbor тоже было некое соглашение между Америкой и Европой на тему трансфера персональных данных и она умерла вот сейчас предсказывают смерть Privacy Shield через какое-то время потому что в мире происходят некие изоляционистские вещи и в Америке тоже возможны изменения в законодательстве по персональным данным и возможно что GDPR не будет удовлетворять тому чего хочет Америка в Америке законодательство устроено совсем по-другому там есть общие правила по защите и они скажем так они общие то есть они требуют неких требуют уважения к правам и аккуратности обработки данных при этом если речь заходит о каких-то sensitive данных например такие как информация о счетах информация о здоровье там очень детальное и сложное законодательство нарушения которые могут привести к краху бизнеса и миллионным штрафам и это уже давно там присутствует и обычно есть ожидания что в украинских компаниях security так себе поэтому есть некая боязнь передавать сюда данные при этом все таки так как но мы в большой степени рассматриваемся как offshore destination цена у нас все таки привлекательные и западные компании европейские компании пытаются как-то с этими рисками бороться на самом деле это вопрос больших компаний у них обычно это все есть то есть у них есть некий стандартный набор рисков они делают довольно детальные асессменты сейчас я об этом тоже расскажу здесь просто пример того как может выглядеть интерфейс работы с большой компанией вот это департамент с которым вы работаете на самом деле например это айти 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 нехорошо пускай это будет маркетинг департамент для которого вы разрабатываете веб-сайт а при этом есть некая функция вендер менеджмент которая общается с кучей других функций которые должны позволить вам работать с украинской компании и вот здесь коммуникации не обязательно присутствует вообще то есть грубо говоря вот этот департамент ждет отмашку если разрешили работа пошла через год этот департамент приходит сюда и говорит мы сейчас будем вас проверять смотреть что у вас происходит если все плохо все закрывается и работа заканчивает в общем опять таки это может быть совсем по-другому но как правило функция вендер менеджмента так или иначе присутствует и по моему опыту она всегда обособленная то есть у нее есть своя задача она не связана с зарабатыванием денег она не связана с развитием бизнеса она связана именно с тем чтобы убедиться что работа с конкретным вендором не несет рисков это легко объяснить большие компании многие компании торгуются например на бирже есть стоимость их акций как только какой-нибудь вендор облажался и произошел какой-нибудь инцидент с персональными данными например это сразу сказывается на стоимости акций то есть если эта информация становится публичной поэтому как только что-то вдруг не дай бог происходит вендоры отстреливают начинается судебный процесс на него валят все и так далее вот поэтому здесь есть некая как правило есть некая паранойя и их ответственность больше убедиться в том что риски не настолько высокие чтобы не работать с этой компанией и так что происходит обычно при работе с большой компанией это так называемый due diligence это когда компания смотрит на вас с разных сторон смотрит на ваши финансовые репорты смотрит не находитесь ли вы под санкциями смотрит достаточно ли хорошего security policy и так далее и тому подобное assessments это в принципе то же самое но это нечто что происходит регулярно и могут быть аудиты могут приезжать аудиторы клиента или могут быть third party auditors то есть они могут заказывать аудиторов там в McKinsey или Deloitte они будут к вам приезжать и смотреть насколько у вас хороший офис безопасный и так далее дальше стоит ожидать того что шаблоны договоров и требования к вам будут приходить от клиента то есть обычно у компании там есть свои какие-то шаблоны договоров но с большими компаниями это не проходит как правило то есть они устанавливают некие свои шаблоны это не значит что их нельзя менять но они структурированы по-другому и разобраться ну legal департаменту не всегда просто в этом скорее всего они будут диктовать свои процессы не обязательно в разработке но и в разработке тоже это может происходить то есть могут быть какие-нибудь тренинги на какую-нибудь тему именно для того чтобы убедиться что вы правильно себя ведете с данными например если вам придется работать с данными пациентов так или иначе вас обязаны просто вы обязаны будете пройти тренинги это будет афа или это хипо это история американская gdpr европейская то есть в зависимости от того с какой компанией вы работаете то есть там будет то есть есть какая-то дополнительная сертификация или на поле на самом деле на самом деле официальной сертификации нет но есть компании которые занимаются сертификациями которые предлагают то есть есть например компания бюро веритас она разработала свой собственный стандарт по соответствию gdpr и она же по этому стандарту сертифицирует то есть это европейская компания которая делает сертификации ISO 9001 и так далее и вот у них есть такая штука при этом клиента это скорее всего утешит и скорее всего немножко удешевит им менеджмент вендора то есть клиенты то есть вот эти вендор менеджмент департамента они любят сертификации потому что если вы работаете там например в области медицины и у вас есть сертификация по какому-нибудь медицинскому стандарту это означает что у вас уже все более-менее окей и можно не приезжать и не проверять вас вот это не означает что это полностью гарантирует безопасность это скорее там облегчает и удешевляет работу вендора с вами нет по сертификациям там ничего нет там есть некое требование того чтобы процессы и защита информации были сделаны по последним веяниям науки и техники вот но и там говорится о том что желательно выбрать какой-нибудь стандарт и использовать его но требования такого как такового нет вот тренинги я уже сказал что ну нужно ожидать что большие компании захотят провести какие-то тренинги причем это скорее всего будут тренинги под подпись то есть вы должны будете пройти тренинг и подписать что вы прочитали и поняли его там а может быть даже где-то и тест пройти вот и про disconnect on the client side я уже сказал то есть компания большая много разных департаментов у них разные обязанности по отношению к вам и скорее всего они друг с другом не общаются или общаются когда надо то есть если у вас будет большая сложность там с вендер департаментом вендер менеджмент департаментом вам можно будет пойти к людьми с которыми вы работаете из инжиниринга и попросить их как-то выяснить что от вас хотят все таки и мы переходим к тому что надо делать и что не надо делать то есть все таки надо написать какие-то guidelines instructions политики то есть это может быть два документа privacy policy security policy но что-то у вас должно быть то есть если вы идете к большой компании у вас этих документов нет вероятность того что с вами будут работать очень маленькая у вас может быть ситуация что у вас возьмут там одного или двух допустим девелоперов или тестеров и начнут с ними работать как как team extension но для того чтобы с вами ваш бизнес вырос с этой компанией вам все равно надо будет это сделать то есть завести какие-то политики дальше надо будет все таки сделать какую-то тренинги по этим же политикам для сотрудников тренинг может выглядеть очень просто то есть это может быть просто политика и человек у вас должно быть где-то запись что человек ее прочитал и понял это может быть письмо email это может быть птичка на сайте внутреннем это может быть бумажка какая-то если вам охота собирать бумажки но такие вещи ожидаются дальше когда если у вас на проекте есть что-то связанное с персональными данными при онбординге членов команды надо тоже это учесть и каким-то образом их об этом информировать и обучать если это какие-то материалы от клиента значит надо ими поделиться и убедиться что люди понимают что это важно нужно иметь интерфейс для работы с вендор менеджментом и я скажу так что для project менеджеров это бывает очень тяжело часто потому что project менеджер он направлен на успех проекта он занимается ресурсами занимается расписанием estimates сроки и так далее и тут появляется человек которому вот этого всего дела нет и он хочет совершенно непонятные вещи моя рекомендация все таки иметь кого-то в руководстве компании там legal department IT может быть то есть кто-то кто сможет общаться с вендор менеджментом потому что это специфическое общение которое связано больше с тем что есть на уровне компании чем с тем что есть на уровне проекта то есть они будут спрашивать про то есть ли в вашей компании политики если ваши проводите ли вы аудиты проводите ли вы тренинги и так далее и project manager вот эти вещи довольно тяжело бывает покрывать то есть моя рекомендация все таки что это должен быть кто-то на уровне компании а не на уровне проекта дальше вот здесь вот data protection agreement дело в том что есть эти отношения о которых я говорил процессор контроллер и так далее есть вещи связанные с трансфером данных к нам в Украину и как я уже сказал вендор менеджмент сможет испугаться этого и если у вас есть шаблоны которые решают этот вопрос это поможет то есть грубо говоря если вендор менеджмент говорит что мы не можем это делать вы им присылаете шаблон и говорите что вот мы можем подписать вот этот шаблончик основанный на тех же стандартных closes из европейского законодательства и эта проблема будет решена и таким образом можно поменять эту ситуацию в общем шанс того что клиент будет использовать ваш шаблон небольшой потому что у них есть свои но если у вас есть что-то и вы можете это продемонстрировать показать что вы понимаете проблему это может сыграть позитивный какой-то может сыграть позитивную роль старайтесь минимизировать данные которые хранятся у вас дело в том что из-за вот этого дисконнекта о котором я говорил вендор менеджмент может считать например что у вас данных никаких не будет что вы будете иметь доступ только к инфраструктуре клиента работы с данными и все при этом инжиниринг с которым вы работаете может фугануть вам базу данных с реальными именами вот и мое мнение такое что лучше эту базу данных не принимать удалить и попросить их сделать какую-то анонимизацию или псевдонимизацию что-нибудь сделать с этой базой а потом высылать вот то есть опять-таки если вам для работы нужны все-таки данные каким-то образом да их можно хранить но убедитесь что вы не храните ничего лишнего дальше ну нужно понимать какие вы данные храните и оценивать свои риски с этим связанным то есть если к вам прислали базу данных с медицинской информацией какого-нибудь госпиталя Британии то надо понимать что это очень опасная штука то есть если эта информация куда-то попадет не туда то проблемы будут конечно в первую очередь у вашего клиента но у вас тоже доступ надо стараться обеспечить доступ к данным на своей стороне то есть убедиться что не вся команда имеет доступ ко всему а все-таки те члены команды которым он нужен имеют доступ к тому что им нужно вот вот здесь вот это какие-то вещи связанные с хранением информации то есть если у вас есть эта информация может быть стоит заранее позаботиться о том как вы потом будете удалять то есть и не записывать ее в бэкапы которые потом невозможно будет раздобыть раздобыть и надо собирать какие-то артефакты которые показывают что вы делаете все правильно то есть например вы написали какие-то правила для сотрудников провели тренинг провели ревью доступа к данным например вот эти штуки надо понимать что они вам могут пригодиться поэтому их лучше складывать какую-нибудь папочку проектную там или паблик фолдер что-нибудь такое если вы работаете с разработкой приложений стоит заранее постараться посмотреть на security requirements даже если клиент от вас этого не ожидает стоит им это предложить потому что security это одна из частей соответствия GDPR и на этом можно к тому же и заработать то есть если вы предложите какие-то вещи связанные с более с более высоким уровнем безопасности возможно что вам это утвердят и надо тоже планировать предложить клиенту security testing включая какие-то penetration тесты то есть продемонстрировать что вы хотите чтобы персональные данные в вашем приложении были защищены что не стоит делать клиенты опять-таки по максимуму хотят риски возложить на вас то есть у них есть свои риски они хотят их перенести на вас в большинстве случаев поэтому надо внимательно читать контракты и если от вас требуется сертификация по 8 стандартам для того чтобы начать с ними работать надо обсуждать то есть можно обсуждать что вы вот этот стандарт нам не нужен этот не нужен этот не нужен потому что мы не работаем с этими данными на нашей стороне а вот этот стандарт мы не будем сертифицироваться но мы обеспечим вам compliance и каким-то образом подтвердим это вот то есть вот эти вещи надо следовать потому что в итоге может быть очень дорого то есть если вы скажете да 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 мы все сделаем может оказаться так что вы потом не сможете это сделать то есть надо смотреть на обещание Дальше никогда не обещайте, что вы сделаете GDPR Compliance приложение, потому что это бизнес клиента, это их приложение, они знают, как это приложение будет работать, и помимо софтверных каких-то вещей, таких как шифрование, правильное хранение данных, обеспечение сбора консентов и так далее. Есть еще какие-то аспекты, связанные с юридической стороной. Те же User Agreements и так далее и тому подобное. Эти вещи компания украинская продумать, проработать не может, просто потому что клиент лучше знает их бизнес, и они лучше понимают, как это должно выглядеть. Соответственно, когда кто-то говорит вам, сделайте мне GDPR Compliance приложение, соглашаться на это в таком виде нельзя. Надо сказать, что мы можем сделать то-то, 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 обеспечить безопасность и тому подобное, но вещи, связанные с workflow, с тем, как обрабатываются данные, с тем, как собираются консенты, забираются консенты и так далее. То есть это все должно быть client-driven. Если у них нет такого специалиста, значит, им надо найти какого-то консультанта, но опять-таки вот эти вещи, которые связаны с юридической, с бизнес-стороной, компания брать на себя в Украине я бы очень не рекомендовал. Ну, здесь понятно, то есть использование реальных данных для тестирования чревато тем, что эти данные куда-нибудь не туда запишутся, куда-нибудь не туда убегут, и риски очень большие. К тому же это будет прямым нарушением GDPR. Я понимаю. Ну, там, где это возможно, надо все-таки изолировать какое-то окружение, то есть чтобы, грубо говоря, не делать это на live environment, надо все-таки сделать какое-то окружение для работы с этими данными. И вторая штука – это быть очень аккуратными. вот, и не надо, ну, я уже приводил пример, то есть ситуация, когда клиенты присылают вам просто так данные, без каких-либо агриментов и так далее, она более чем реальна, она происходит в моей практике регулярно. Вот поэтому надо не брать на себя эти риски, то есть если вам что-то прислали и от вас чего-то срочно хотят, надо сказать вам, Джон, я это сделаю, но мне эти данные не нужны, я их сегодня удалю, и больше так, пожалуйста, не делайте. Если вы хотите их присылать, значит, нам нужен какой-то агримент. Всем спасибо.